Смотрим вместе новый выпуск Неби Синьюз. Кажется, что все хорошо. Сегодня не будет юмора и сарказма, только горькая и даже унизительная правда. Ведущая Санья Бабаева цитирует действующего президента, обвиняя власть в нарушениях прав человека. Меня зовут Санья Бабаева, и я обращаюсь к властьимущим. Перестаньте подавлять волю и обоснованный протест народа. Вы только увеличиваете пропасть между нами и вами. И мы все рискуем в нее провалиться. Качественная профессиональная работа, четкие кадры задержаний и четко высечены лживые посылы Такаева. Видео подталкивает зрителя к сопереживанию и возмущению, но их покорность власти выдает любимая страшилка режима. Они пугают разрушением мира и кровопролитием. Не случайно фоном власти служит фигура Такаева, а не Назарбаева. А Карда хорошо научилась создавать такие псевдонародные продукты. В череде оппозиционных возмущений плавно и незаметно выстраивается невинная манипуляция. Я обращаюсь к согражданам, к тем, кто ищет справедливости и демократии. Сохраняйте благоразумие. Не поддавайтесь панике и провокации. Неужели мы так жаждем крови? Разве нам нужен мир, полученный столь высокой ценой? Санния обращается к согражданам, которые ищут справедливости. Призывает не поддаваться на провокации. Сразу возникает вопрос. Кто жаждет крови? Кто был на мирных протестах настроен на кровопролитие? Семьи выходили с детьми на мирные протесты. Это они хотели насилия? Те, кто требовал свободы и справедливости, теперь преступники? Может, крови жаждали те, кто согнал военных и полицию против мирного народа на площадях? Но Санния просит остановить кровопролитие почему-то не власть, а народ. Разве это не власть? Кровожадно стравливает вооруженную полицию с мирными митингующими. Становится ясно, что авторы обращения выбирают молчать о преступлениях власти и хотят обвинить народ в кровожадности. Послушайте, разве можно верить его словам? Хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые профессионально и достойно несли свою службу. Что касается свободы воли и заявления, то в Казахстане подобного рода свобода присутствует в полном объеме. С помощью такой подмены понятия они защищают свою власть. Важно отличать призывы к справедливости от манипуляций пропагандистов Акарды. Теперь это самое популярное видео на канале якобы молодежного проекта. Специалисты считают, что самое пагубное влияние на судьбу человека оказывает именно синий шарик-кумарик, использованный во время массовых гуляний. Пожалуйста, будьте внимательны к своему здоровью. Видите, в этой стране ничто лучше не повышает политическую репутацию, как скандалы и общественное недовольство. Вы вообще представляете себе, что президентом нашей страны может стать женщина? В общем, да. Ну, женщина хозяйка прежде всего, поэтому она наведет порядок в стране. Какой по-хозяйски наведет? Хозяйски наведет в стране, да. Вот так быстро и просто мы поменяли независимость на Назарбаева. Это были все новости на сегодня. Небеси Ньюс. Стараемся не бесить. Сами знаете кого. 30 лет режим Назарбаева держится на изощренной лжи. Пришло время перемен. Мы будем отстаивать свободу Казахстана. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.